Продолжаем выпуск. В Алматы активизировались торговцы фальшивыми страховками. Десятки автовладельцев уже поплатились за свою доверчивость. Водители ничего даже не подозревали, ведь страховые полюсы они приобрели на территории специализированного автомобильного цона. Можно ли отличить подделку от оригинала, знает Нургали Карабаев. В Алматы специализированный центр обслуживания населения, который известен универсальностью по оказанию услуг автолюбителям, прославился еще и тем, что здесь, прямо перед входом, промышлял торговец поддельными страховыми полисами. За время его предприимчивой деятельности пострадали 50 граждан. Были проведены оперативные и специально расысканные мероприятия. В результате был установлен гражданин С, который, пользуясь доверием граждан, вводил их в заблуждение, тем самым продавал им недействительные страховые полисы, выдавая их за достоверные. Но даже несмотря на арест мошенника, которому теперь грозит от трех лет и выше, сегодня перед входом в спецсон все еще дежурят молодые люди, которые готовы за низкую цену продать полисы. Самостоятельно определить подлинность страхового полиса обычному человеку не под силу. Только специалисты по водяным знакам и качеству бумаги могут сказать, настоящий полис или подделка. Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше позвонить в колл-центр страховой компании и продиктовать номер документа. Тогда вам и скажут, действительно страховка или нет. Также автовладельцев должна насторожить низкая цена страховки. Обычно на улице можно приобрести полисы за пару тысяч. Тогда, как подлинный документ, стоит порядка 20 тысяч тенге. Мы должны обращаться в социальные специализированные точки, офисы страховых компаний. Тогда это будет действительно гарантия того, что они приобретают нормальный полис, по которому они в случае страхового случая могут получить страховую сумму. Но из-за того, что по закону каждый водитель обязан иметь страховку на машину, водители, часто даже подозревая, что перед ними подделка, все равно покупают ее. Тем самым многим кажется, что они решают сразу две задачи. Деньги экономят, инспектору есть что предъявить. Только стоит учитывать, что при аварии страховые компании уже не станут покрывать расходы на ремонт.